Здравствуйте! Сегодня среда, 3 февраля, в эфире новости от MaxiMarkets. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся публикации в Австралии, Японии, Китае, Великобритании и США индексов деловой активности в сфере услуг. Аналогичные показатели, а также композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики, будут опубликованы в еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании. Кроме того, еврозона опубликует декабрьские изменения объема розничной торговли и очередной прогноз по экономике ЕС от Еврокомиссии. Значительный интерес вызовут также январские данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики США от агентства ADP, композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, включая индекс занятости от ISM. В статистике США также будут опубликованы индекс ипотечного кредитования за январь, а также данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Обратите внимание, завтра в 11.00 по московскому времени состоится выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Результаты его речи способны повлиять на позиции евро, расширяя таким образом перспективы заработка. Аналитики Бэнков Америка и швейцарского банка UBS предполагают в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Пара евро-доллар с открытием сегодняшних торгов консолидируется в пределах уровней 1,0910-1,0930. Восходящая тенденция теряет силу и неоднократные попытки покупателей сформировать долгосрочный тренд на данный момент не увенчались успехом. Публикации индексов деловой активности ряда стран еврозоны PMI сегодня способны придать новый импульс паре и возобновлению роста котировок. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление попыток покупателей закрепиться выше отметки 1,0930 и дальнейший рост до 1,0960-1,0990. Поддержки расположились на уровнях 1,0910, 1,0890 и 1,0870. Покупатели фунта на азиатской торговой сессии сегодня были активнее продавцов. Ожидание трейдерами публикации индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании сегодня в 12.30 по московскому времени будет способствовать дальнейшему формированию восходящего тренда и возобновлению попыток покупателей закрепиться выше отметки 1,4440. Пробой данного уровня откроет путь к целевым уровням 1,4460 и 1,4490. Итак, котировки золота достигли очередного локального максимума в 1131 доллар за унцию. На рынках царит атмосфера неопределенности, подпитанной очередным падением цен на нефть. Это, в свою очередь, стимулирует усиление спроса на золото, поэтому в нашем прогнозе на сегодня следующая попытка преодолеть рубеж в 1131 доллар. Это произойдет после некоторого смещения цен вниз до отметки 1,126. Здесь золото будет поддержано своей передесятидневной скользящей средней, имеющей все же позитивный наклон. Редкий случай, когда серебро демонстрирует отличную от золота динамику торгов, котировки сконцентрировались в очень узком диапазоне 14,27 доллара – 14,30 доллара за унцию. Практически границами этого коридора опять выступают 50-200-дневные трендовые линии. В случае, если доллар США продолжит ослабевать против основных валют, возможно расширение диапазона вверх до отметки 14,32 доллара. Здесь сформировалась локальная линия сопротивления.